И всем привет, ребят, с вами Строманка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре будет очень и очень интересное устройство, которое я, если честно, даже бы не стал бы тестировать, если бы не один человек, которого зовут Словончик. Словончик, если смотришь данный видеоролик, то тебе здорово. Сегодня мы будем тестировать устройство на фриз, очень нестандартное, но очень интересное, которое называется насос повышенного давления. И в чем же его фишка, в чем его прикол? С этим устройством увеличивается дальность вашего снаряда, ну можно сказать струи, да, вашего фриза, но при этом конус работает намного хуже. То есть, если вы хотите сдувать сразу несколько танков по широте, то эта работа будет намного тяжелее, но зато дальность вашего выстрела будет значительно больше. Попробуем реализовать сегодня это устройство, благо я уже видел, как оно работает, и я был просто в шоке, поэтому попробуем реализовать. Берем сразу, я думаю, что гипериона, берем викинга, именно фриза, дабы вы увидели одну нереальнейшую вещь, потому что я ее уже видел. Ну и отправляемся в матчмейкинг, надеемся на то, что меня сейчас не закинет на супер большую карту, также надо было бы поменять резисты, чтобы у меня не было тут таких прям не самых лучших резов. Ну давайте оставим Твинсай и Гром со Скорпионом, возьмем, если что-то в бою поменяемся. Ну и по режиму давайте запикую ЦП, потому что я верю, что в ЦП не будет супер большой карты, и нам удастся реализовать это интересное устройство. Что касаемо урона, я честно не знаю, насколько оно будет жестко и эффективное, но весь прикол этого устройства немножко в другом. Ваш фриз с этим устройством становится практически средней дальностью пушки, и поверьте мне, вы такого еще не видели, потому что я когда увидел, я был просто в шоке. Я думал, что вообще, как это работает, каким образом, поэтому давайте сейчас запикаемся в бой, и я вам покажу, как выглядит вот это вот замечательное устройство, которое называется насос повышенного давления. Главное, конечно, ну, наверное, не только, как оно выглядит, да, главное то, насколько его вообще эффективно можно реализовать, и будет ли оно вообще нагибать, да, посмотрим, займем мы вообще первое место с этим устройством, сумеем мы ли мы его реализовать, либо же это не удастся нам сегодня сделать. Запикивает нас на Кунгур, ну а вы, если вам нравятся подобного рода видосы с обзорами, не забывайте, конечно же, поддерживать их лайком, ну и подписываться на этот замечательный канал. Так, ну, что я могу вам сказать, смотрите, оп, нормально надувает, нормальное надувалово происходит у фреза, вы видите дальность? Вы видите просто вот эту вот дальность? Вот это вот адекватная дальность вот этого фреза. То есть, грубо говоря, у вас уже становится дальность, как, ну, у, наверное, дефолтного твинса. Как у дефолтного твинса просто становится дальность вашей пушки. Вот так вот вы можете просто надувать. Просто надувалово делать с уже такого не кислого расстояния. И я, когда увидел, это было просто что? Как? Как это работает? При том, что урон с этим устройством не нерфится у фреза, да, если бы он бы, конечно, был бы еще больше, было бы круто. Но с тем раскладом, что у нас есть настолько хорошая дальность, я просто офигел. А, кстати, насчет нерфится урон или нет, давайте, я думаю, что после боя зайдем на Википедию и прочитаем вообще, что там у нас меняется по этому устройству. Потому что я, если честно, не до конца уверен, может быть, там и есть небольшой нерф как раз-таки в уроне. Но то, насколько далеко бьет струя этого фреза, я, конечно, был немножечко поражен. Ну и понятное дело, что это дает возможности на дополнительную реализацию и уже не так легко тянуть этого фреза на дистанцию. Поэтому его реализация уже может быть лучше, но единственное то, что вы уже не имеете такого хорошего конуса и не сможете хорошо задувать противника на дистанции. Но за счет, конечно, такой дальности моментов, где вы сможете реализовать этого фреза, явно будет больше. То есть вы намного быстрее сможете цеплять оппонента. Но что самое главное, сейчас мы попробуем прожать овердрайв викинга и посмотрим, что будет у нас тогда с этим устройством и насколько он себя будет жестко показывать. Так, 80% у меня уже практически есть. Пробуем дадуть. Пробуем дадуть. Полторушечку с такого расстояния мы даем, скрита. Так, ну и по мне здесь тоже накидочка происходит. Привет. У меня тут здоровается, спрашивает, выходить или не выходить. У меня тут видос, у меня контентик идет с жестким фрезом. Главное, чтобы, как говорится, никто не видел этого фреза. Ну и что касаемо, кстати, баллона, то баллон такой же хороший, как и у дефолтного фреза. То есть здесь на дистанции с таким баллоном можно себя тоже хорошо чувствовать. 7 киллов у нас пока что. Попробуем вообще дотянуться здесь как можно до большего количества покела. Ну и урон с хорошего расстояния, в принципе, плюс-минус такой же, как и с минимального расстояния. То есть с дистанции у нас тоже все в порядке. Попробуем сейчас влететь как раз таки вот в ту зону, где противников побольше. Попробуем прожаться. О, паладин прожимается. Может быть мне в него сжаться. Ладно, давайте не будем чуть торопиться. Сейчас поймаем какую-нибудь неплохую ситуацию. И попробуем уже раздаться с овердрайвом. Ну, блин, вот этот зацеп ранен. Ладно, давайте прожимаемся. Как вам расстояние? Как вам расстояние? Как вам дистанция? О, боже, это вообще жесть. Это просто. Ну вот с овердрайвом там прям реально уже как будто вы играете на средней дальности пушки. У тебя просто фриз бьет по ощущениям дальше, чем какой-нибудь там, я не знаю, твинс по ощущениям. Но это выглядит прям, ну, нереально жестко. Я когда первый раз увидел, я просто офигел. Я нереально был в шоке от того, что вообще есть такой фриз на сегодняшний день, да, с такой дальностью. Но все это получилось реализовать только благодаря как раз-таки новому обновлению с дальностью фриза и жиги. Но если, например, сравнивать это устройство с устройством на жигу, потому что на жигу на дальность тоже есть, то жига с дальностью не так жестко себя показывает, как фриз. Фриз еще круче, да. То есть здесь вы можете намного чаще ловить оппонента на дистанции. Ну и вот так вот круто надувать противника с хорошего расстояния. 17 килов у нас уже есть. Будем пробовать выигрывать. Будем пробовать выигрывать. Будем реализовывать еще эти овердрайвы с хорошей дистанции. Но вот так вот бывает, когда у нас происходят такие вот интересные обновления. И это никакой не баг. Это не баг. Вы не подумайте, что это там какой-то баг и такого не должно быть. Это реально вот устройство на фриз, которое дает вот такую вот дальность. И это вот жесткая темка. Прям реально жесткая темка, которую вы можете на постоянной основе реализовывать. Я никогда раньше не мог подумать, что у нас в игре может быть вот настолько крутое, да. Вот даже с точки зрения визуального эффекта устройство на фриз. Ну вот так вот. Вот так вот. 17 киллов есть. 18 на 13 мы ведем. С командой мне вроде как повезло. Ребята довольно неплохо забирают точки. Будем пробовать, конечно, выигрывать эту катку. Сейчас попробуем от купола здесь дотянуть. Да, он даже от купола дотягивает. Только единственное только то, что у противника тоже купол стоит. А вот и купол пропадает. Попробуем сейчас задавить. Криты очень круто работают на фризе. И за счет вот этой вот дистанции, то что у меня есть расстояние хорошее, плюс крит, есть возможность неплохо надамажить оппонента. Да, то есть если даже там на дистанции цифры вылетают не сильные. Но зато когда у нас будет там критический урон, то уже будет прям жесткая контентовая темка. И это, наверное, одно из немногих устройств, на котором я бы сказал, что реально с викингом есть смысл играть. То есть с викингом прям чувствуется интерес и смысл в использовании именно этого фриза. Если с дефолтным фризом я бы играл бы, либо с дефолтной жигой, то мне кажется, ну такого прям эффекта на дальность я бы не почувствовал. И не почувствовал бы такой бы прям полезности. Но с этим фризом вы видите, что у нас происходит и как можно дотянуть противника через половину карт. Ну и вообще, в принципе, да, то есть вы когда бьете, вы уже немножечко, ну, приофигеваете от того, что у вас такая дистанция, да. То есть что вы уже можете рубануть противника с, грубо говоря, средней дистанции на карте. Да, это уже выглядит супер жестко. Так, у нас есть три противника снизу. Нажимаем овердрайв в них. Пробуем надуть. Пробуем сделать надувалов. Так, попробуем дотянуться сейчас до вот этого. Ай, не успел я дотянуть до еще одного танка. Ну, практически доехал. Практически получилось. Практически получилось дотянуть до него. Но здесь меня, конечно, слили. 22 кила. Еще у нас полбоя есть. В теории есть возможность дотянуться до какой 45-ки, если у нас досрочки не будет. Ну и главное, конечно, надо постараться выиграть эту катку. Без победы в этом бою не будет все так круто. Ну и, конечно, старайтесь всегда с этим фризом, если будете играть, пользоваться этим преимуществом. Да, пробуйте тянуть всегда противника. Не играйте в упоре. Если играете против какой-нибудь там Теслы, даже условной Жиги, фреза и Зиды, у вас теперь есть возможность с этим фризом потянуть противника на дистанцию таким образом, что он не будет по вам дамажить, а вы будете по нему наносить урон. Это, конечно, очень-очень такая коварная вещь, которая может очень круто сработать в матчмейкинге. Даже вот, видите, против Твинса у него с расстоянием уже урончик не так круто залетает, а у вас с таким фризом все идеально просто в линию летит, и вы можете спокойно надувать противника. Так, 34% овердрайва у меня. Медленный овердрайв копится. Что касаемо дрона, да, почему я использую гипериона, на сегодняшний день, наверное, это один из самых лучших дронов именно для продувов. Можно, конечно, использовать ловкача, чтобы была у вас больше скорость, но если вы хотите дольше жить, то гиперион как раз-таки это лучший вариантик, которым вы можете прям долго жить, плюс очень неплохо наносить урончик по противнику. Поэтому мой вам совет, если у вас есть гиперион, то пробуйте именно его использовать. Мне очень сильно нравится этот дрон. Я прям мега кайфую, когда его использую. Так, попробуем подержать просто точку, пока Титан прожал купол. Пробуем просто держать, пробуем чуть-чуть разводить его. На дистанции что-то, может быть, накрутим сейчас еще. Так, пока точку у нас не забирается. Сейчас купол уже пропадет, можно будет сразу два противника надуть. Линия, хотя все равно работает, видите. Да, как бы конуса нету, а линия работает шикарно. Все равно можно так же само накидать урон по оппоненту, и все будет четко. 70% овердрайва у меня уже есть. Паладин вражеский раздается. Пробуем его сдуть. Отлично. Помогают нам тиммейты. Додуваем, сливаем. Забираем еще одну точку. Ну и попробуем, попробуем, попробуем еще накидать урончик. Ну, блин, вот когда я начинаю просто дамажить с такой дистанции, мне уже как-то не по себе становится. Если еще учитывать тот факт, что я раньше на продовых играл очень и очень много, то мне это как-то, ну, очень непривычно. Очень непривычно вообще видеть, да, то, что фриз может дамажить на такой дистанции. По оппоненту. Это прям, ну, как-то не укладывается, я бы сказал, в моей голове, да, что это так может работать. Так, не понял я сейчас. Как это он сам себя не слил? Бомбер. А, у него крупные... Ой, не крупные, как эти устройства называются? Подкалиберные снаряды, вроде, если не ошибаюсь. У которых нет сплэш-урона. Хорошее, интересное устройство. Так, рикошету противника появляется. Есть ли у меня резист? Нет, у меня резиста нету. Ну, мы его можем, конечно же, взять, да. У нас, в принципе, там пару рикошетов есть. Ну, мы можем переодеться и взять резист от этой пушки. Громов там я тоже не вижу, поэтому возьмем рез от твинца. Ой, твинца, говорю, от молота. И от рикошета. Скорпион там был. Минимум один, может быть, даже два. Так, ну и у нас появляется овердрайв. Попробуем сейчас его где-нибудь реализовать. Наш тиммейт нажимает тут тоже оверку. Попробуем контролировать точку. Ну, и можно выпустить оппонента. Здесь, в принципе. Плюс еще дополнительно попробуем изобрить шафта. И законтролить вот эту вот зонку рисповую оппонента. Так, громчик тут накидывающую тоже какую-то демонстрирует. Стоит ли мне поражать сейчас овердрайв? Наверное, да. Наверное, стоит его поражать как можно быстрее. Аптечку реализуем. Так, ну и нажимаемся. Нажимаемся на надувалову. Ой-ой-ой, блин. Я уже думал, что я его слил и уже начал переводиться на следующего. Но вот видите, за счет того, что у вас нет конуса, надо очень четко понимать, как вам пользоваться, дабы грамотно реализовать ваше устройство. Да, то есть, как вам на дистанции правильно тянуть противника. Да, то есть, за счет того, что у вас нет этого большого конуса, к которому я лично привык. Да, здесь есть уже свои определенные нюансы с реализацией устройства. Поэтому надо чуть более внимательно уже подходить к тому, как вы бьете противника. Всегда смотреть, куда летит ваша струя. Именно в эту точку накидывать урон, дабы у вас не было никаких проблем. Так, ну и пока что у нас все должно быть хорошо. Две минуты у нас остается до конца. 20% овердрайва. Постараемся добить овердрайв. И попробуем еще один овер реализовать. Паладин в очередной раз раздается. Как-то он раздается так быстро, правда, я не понимаю. У меня так быстро накапливается процент овердрайва. Так, ну пока что контролируем просто точку. Пытаемся накидывать еще дополнительный урон. 35 у нас уже есть, тиммейтер. Контроль от зону, это очень хорошо. Ну и попробуем вообще до 40 хотя бы килов дотянуть. То у меня 32 кила. С таким вот интересным устройством. Но я бы, честно говоря, его раньше, когда вообще в своей жизни не брал, бы и не использовал, если бы мне его не показали и не открыли, да. Не открыли глаза на это устройство. Не знаю, с точки зрения нагиба, насколько оно актуальное. Сейчас мы посмотрим в теории. На практике я, в принципе, особо сильно большой разницы не вижу. Ну именно с точки зрения процитуажа и накидки урона. Да, поэтому, в принципе, он просто как дефолтный фриз, только с интересной дальностью. Но вот с точки зрения статистики, мы сейчас зайдем после боя на Википедию игры и посмотрим, что у нас там в этом плане. Сколько там все меняется. Да, от этого будет уже очень многое зависеть. 824 очка до 1000 я не дотянул. А вот противник, смотрите, на диковулкане 1300 набивает очков. Вот вам диковулканчик, который может реализовываться. Пробуем забрать точку ради получения дополнительного процента. 87 у меня есть. 30 секунд до конца. Победа уже 100% в нашем кармане. Ну, конечно же, хорошо. Так, и пробуем еще накидать. Чуть-чуть накидать, чуть-чуть накидать, чуть-чуть накидать. Чуть-чуть добавить, чуть-чуть добавить. Так, есть контактик. Так, раздачка. Раздачка овердрайва. Дистанция. Дистанция шикарная. Но, этой даже дистанции противник убегает от нас. Но победа у нас в кармане имеется. Итого, по статье 37 киллов и 23 смерти. 1.61 у меня УП. Но, я, честно, немножко в шоке. Да, то есть, если сравнивать, наверное, устройство с точки зрения нагиба, то оно, наверное, не самое жесткое. Но то, какая дальность у вас получается на этом фрезе, это меня просто поразило. Так, ну и давайте зайдем, посмотрим, что у нас вообще со статистикой меняется с этим устройством. Так, открываем Википедию нашей игры. И открываем устройство. Где у нас устройство? Вот у нас устройство. Открываем фреза и насос повышенного дальности. Угол конуса просто уменьшается. Предельная дальность поражения плюс 50. И дальность полного поражения плюс 50. То есть, нету никакого абсолютно нерфа по урону. Да, если, например, сравнивать его с каким-нибудь, ну, условным там, подавлением, да, которое наносит просто дополнительный статус эффект, то это устройство дает плюс 50% в дальности. Да, то есть, это, грубо говоря, у вас в полтора раза дальше пушка стреляет, но без такого угла конуса. Да, то есть, у вас нету широты, зато у вас есть именно длина вашей струи. Интересно! Очень интересно! Желаю вам тоже попробовать, потестировать это устройство. 100% оно вам даст какие-то новые дополнительные эмоции. Ну, и это больше, наверное, такая интересная фишка, нежели устройство, которое супер жестко нагибает, да. Здесь больше можно пофаниться с ним, понакидывать как-то урон, да, увидеть из фреза средней дальности пушку. Но вот с точки зрения нагиба, наверное, ну, все-таки тот же адреналин, тот же подавляющая смесь, все-таки будет интересно смотреться. Статус эффект, либо плюс дополнительный урон, будет все равно на дистанции в приоритете. Но, хотя, может быть, кто-то будет со мной не согласен и скажет, что это новое имбовое устройство на фриз. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства, тестировали его или нет. Если не тестировали, то обязательно попробуйте. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, и, конечно же, не забывайте про мой личный текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мы лично и так, это такт МП, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов. Информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.